Дорогие мои друзья, сегодня 30 сентября, хотел давно снять это видео и накипело, решил уже выложить его. Вчера посмотрел статью в Mail.ru о том, что у одной хозяйки-живодера, тяжело даже говорить, забрали кошку. Она издевалась над ним, но поймите саму ситуацию в жизни, когда есть хороший лесник, замечательный собаковод в городе Лениногорске. И, скажем, уважаемый человек, и я к нему прихожу в гости, и говорю, Вансур, а что у тебя там в туалете кто-то, что-то происходит? Он говорит, кошку повесил, я говорю, не понял, у него, значит, своя овчарка-собака, а у мамы котенок небольшой, такой еще года нет, может быть, 3-4 полугодика. Они играли, в результате, значит, на столе стояла суперзамечательная дорогая книга, и они играли, по-моему, кошка запрыгнула и уронила эту книгу. И собака с кошкой эту книгу почему-то покусали. И в отместку он решил повесить этого котенка. Я был в шоке, мне хватило одной секунды, чтобы принять решение зайти, независимо от его, нет, зайти в туалет, снять с электрического провода с петли кошку и спасти от удушения. Ну, кошка уже была на полстадии, можно сказать. Пока я снимал, этот котенок поцарапал мне правую руку до крови, много полос было. Но котенок остался жив. Друзья мои, мы родились и живем на этой земле, чтобы спасать и делать эту землю красивее и лучше. Ни в коем случае кого-то убивать, ни в коем случае что-то плохое делать. Только делать хорошее, спасать этот мир от грязи и дряни, которые... Может, сейчас тебе, Мансур, стыдно за данные поступки? Может, за столько лет-то ты осознал свою жизнь и свои поступки? Подумай, пожалуйста, если вдруг услышишь, напиши, будет очень интересно. Стал твой мир чище, лучше? Ты стал добрей? Или до сих пор ради книги готовишь жизнь кошки заложить? Хорошего тебе дня, 30 сентября. Поздравляю с пятничной молитвой, чтобы в твоей жизни только чистые и хорошие поступки были. Будь здоров. Субтитры сделал DimaTorzok